Медицинское образование является у нас среди молодежи наиболее популярным. Это мы видим из года в год по количеству абитуриентов, которые поступают в наши вузы и хотят попасть туда. А также по вниманию государства к вопросам подготовки медицинских кадров. В прошлом году, когда вы посещали 6-ю клиническую больницу города Минска, вы дали поручение расширить количество мест для абитуриентов, которые будут получать медицинское образование по целевым направлениям. И в связи с продолжением этой темы хочу обозначить вопрос. Целевое направление само по себе подразумевает и помогает нам направить специалистов, населенные пункты, города, села с численностью населения, в первую очередь, менее 20 тысяч. По закону? По закону, да. На сегодняшний день мы почти полностью закрыли вопрос кадровый в малых населенных пунктах. Но как бы ни в удел или обиженными остались такие города, как наши и крупные районные центры. Возможно ли изменить условия целевой подготовки в плане того, чтобы молодые специалисты, медики могли распределяться уже в поликлинике, больнице крупных городов? Спасибо. Абсолютно убежден в этом. Возможно. И это мы сделаем. Я знаю эту проблему. Она не первый раз передо мной ставится. Тогда было очень тяжело в этих маленьких населенных пунктах, районных центрах. Надо было их спасать. Поэтому предоставили такую возможность до 20 тысяч. Но подход неправильный. Мы это сейчас видим. Ну что значит до 20 тысяч там можно, а где там 70-100 тысяч и больше там нельзя. Поэтому надо подходить более конкретно. Надо молодечно три врача. Значит с вашей подачи власть принимает решение общественной организации под ключом, что надо эти три врача подготовить. Вы подобрали их. Вы за них головой отвечаете. Надо подходить конкретно. И целевые направления выдавать тем, кому вы считаете нужным. Кто будет настоящий врач. Поэтому я с вами абсолютно согласен. И вот в ближайшее время мы будем возвращаться на уровень президента к высшему образованию. Будем смотреть не только у врачей. Будем по всем направлениям смотреть, по целевым направлениям. И я не сторонник ограничивать даже по профессиям и специальностям. Поэтому мы в ближайшее время вернемся к централизованному тестированию, о чем я немало говорил. Уже предложение внесли. И по целевому назначению. И решим эту проблему.